одной из довольно таки частых задач при анализе трафика является анализ проблем с tcp в рамках данного урока я не буду вам рассказывать все детали по tcp если вы чувствуете какие-то пробелы в знаниях то рекомендую перед этим посмотреть мой отдельный курс по tcp здесь же мы с вами проведем некий краткий обзор tcp то есть как он работает и поговорим о том как в airshark может вам помочь то есть на что он опирается когда выдает те или иные предупреждения и так теперь как мы знаем имеет свой собственный заголовок он довольно таки большой довольно таки сложный что в нем есть в нем есть поля которые зарезервированы под порт из сна это порты источника и порты назначения далее tcp нумеруют все сегменты который передает в сеть на появляется поле которое называется sequence number поскольку себе является протоколом с гарантированной доставкой данных то появляется поле которое называется окно нужно набер передается в обратном направлении относительно в передаче самого трафика и де-факто это когда получатель указывает номер сегмента который он уже получил помимо прочего в себе используются различные биты на их довольно таки много биты fin sin reset push окно лжимент urgent и си и себя помимо этого есть поле которое называется windows сайс которая говорит нам о том сколько сегментов за раз передатчик может передать в сторону приемника также есть контроль проверки целостности посредством tcp чек-сума плюс есть различные дополнительные опции и так что такое порт отправить или получать де-факто это некое число которое используется для разделения различных процессов которые работают на одном физическом устройстве например на одной виртуальной машине или в одном контейнере идея в том что на ком-то хосте у вас может быть одновременно запущен скажем веб-сервер с мтп сервер они запускаются как отдельные процессы с точки зрения сети оба этих процесса будут иметь один и тот же ip адрес поэтому нужен некий дополнительный параметр который нам позволит разделить эти процессы для систем тест на диапазон это 16 бит таким образом можно адресовать число от 0 до 65 тысяч пятьсот тридцати пяти сам диапазон разбивается на две группы первая группа это порты от 0 до 1024 и это так называемый порты которые зарезервированы для наиболее известных служб например порт номер 53 зарезервирован за dns порт 80 за степи например пор 433 за еще теперь порты с 1025 и до верхней границы могут назначаться произвольно соответственно обычно так на сервере чаще используется какой-то известный порт на клиенте а порт из произвольного диапазона комбинация ip адреса и порта называется сокет следующее что есть здесь без головки это порядковый номер мы его дальше будем называть sequence number это число от 0 до 2 в степени 32 по факту это число которое контролирует доставку данных при передаче одного байта порядковый номер всегда увеличивается на единицу соответственно приемник в ответном сообщении может указать сколько байт данных он получил от передатчик для этого используется так называемый номер подтверждения или в английской терминологии окноложен номер то есть это точно такое же число от 0 до 2 тысяч 32 то есть соответственно если например приемник получил первые 10 байт данных то после этого приемник отвечает окноложен номер 11 который говорит о том что приемник ожидает получить сегмент с номером один для увеличения скорости передачи когда-то было принято решение что теперь не обязан байт передать не обязан байта передавать по одному а можно передавать некоторой пачкой например можно за раз передать 10 байт за раз там 100 байт например 1000 байт таким образом появляется правильный который называется размер окна или windows сайз то есть это количество сегментов которые можно передать без подтверждения условно говоря если размер окна windows сайз равен 10 значит что передачу может отдать 10 байт и после этого приостанавливает передачу если от приемника не был получен окноложен при этом в большинстве современных систем реализован механизм так называемого скользящего окна это когда обе стороны взаимодействия динамические подстраивают это размер окна его изменяет в зависимости от каких-то внешних ситуаций например есть потери на сети нет потерянности если если потери нет то размер окна со временем увеличивается если возникают потери то размер окна довольно таки резко уменьшается при этом опять же размер окна по не он не обязан совпадать в разных направлениях то есть от точки а до точки b может быть одно окно а в направлении от точки b до точки а может быть другой для управления соединением используются флаги или еще называют управляющие биты соответственно в зависимости от ситуации бит может быть выставлен либо в значении но либо в значении единицы например как мы знаем при установлении соединения сначала отправляется пакет в котором устанавливается син и устанавливается некий изначальный порядковый номер так называемый и не шел секунс номер после этого сервер отвечает флагами син плюс окно жмин тесно флаг окно жмит говорит о том что флаг изначальный сим был получен и со своей стороны сервер также инициирует открытие сессии син и после того как передачи с приемником обмениваются изначально трехсторонним трехсторонним рук рукопожатием после этого можно передавать данные если закрывается сессия посредством флага фин то есть на зубе сам варшарк умеет следить за tcp при этом у нас есть так возможность повлиять на то какую информацию варшарк будет отслеживать то есть по умолчанию следит вообще за каждой тcp сессии и предоставляет благодаря этому представляет информацию о возможных неполадных например скажем аналайз тcp sequence number и используем так называемых relative sequence number а что это такое дело в том что порядковые номера в списке сессии они могут быть довольно таки большими и каждой системой они выбираются условно говоря псевдо случайно чтобы администратору не работать с большими порядковыми номерами есть понятие относительно порядка номера когда варшарк стартует нормализуется есть то есть он считает что порядка номер 1 всегда будет нулевым при этом можно игнорировать различные tcp опции например можно игнорировать например time stamp и можно за sequence number вообще не следить настраивается это в глобальных настройках варшарком при этом вам необходимо выбрать протокол tcp то есть например для так акса могут быть свои какие параметры за которыми варшарк будет следить а вот глобально за tcp может быть что-то другое если вы давайте мы сейчас с вами откроем варшарк и вот мы видим эти есть какой-то tcp пакет видите вот здесь вот окно нажимает номер номер один при этом нам варшарк показывает что это relative sequence number то есть в действительности не тот sequence number который был выставлен операционной системой операционной системы то что выставлено то что стороны реально обмениваем порядковыми номерами отображаются в строчке sequence number roll если вы хотите отключить вот эти вот относительный порядковые номера опять же необходимо зайти в настройки далее протокол теперь ищем tcp это здесь вот он и например можем убрать relative sequence numbers окей и теперь если мы откроем то видим что варшарк нам показывает реальный sequence number который используется relative пропали на мой взгляд с относительными sequence номерами работать гораздо проще почему но на самом деле смысла отслеживать именно реальный sequence номера не так чтобы много поэтому давайте-ка просто для я для удобства верну у меня почему-то не работает ход то есть вернем готов помимо прочего варшарка появляется вот такой вот сик ок она анализ то есть здесь вам варшарк сам подсвечивает какую-то информацию пакете например он говорит что вот этот пакет видите здесь выставлены флаги син и ок причина пакет был выслан в отправку в подтверждение на какой-то полученный ранее сегмент и на такой 7 но например на пакет номер 15 если мы на него нажмем то варшарк нам ведь вот автоматически вот здесь подсветит сказать что это пакет номер 15 при этом направить что для сена у нас здесь нет никакого анализа ну потому что это не какой-то живой трафик а просто установление сессии плюс опять же сюда могут добавлять скит флаги то есть какое-то дополнительное описание которое опять же варшарк вставляет и этого в реальности в пакете нет за сбора если происходят какие-то неполадки то варшарк нам их подсветит и например может выдать сообщение которое называется tcp акт ансин сегмент опять же то есть вот этот вот ошибка ну даже не ошибка а такая информация выставляется в том случае если expected извините expected next acknowledgement набер устан установлен для обратного направления и меньше текущего номера акк то есть условно говоря а получается что как будто бы получатель подтвердил тот пакет который не виден варшарк опять же это не обязательно проблема на то есть может быть так случилось что вы сам кэпч запустили уже после того как хост передал какие-то ранее доступны сегменты но тем не менее если это повторяется с течением времени это как раз таки скажем так повод задуматься может быть какие-то данные были потеряны следующее это так называемые tcp дабликейт окна ужин дабликейт ок опять же рассматривается в деталях в курсе по tcp может указывать на потери и выставляется при выполнении следующих условий вверх обязательно размер размер сегмента должен быть равен нулем при этом размер окна он не нулевой и он не изменялся и при этом поля next expected sequence набер эластин окна ужин набер не равно нулю то есть де-факто там говорит о том что соединение уже было установлено и в самих пакетах не выставлены управляющие биты синфин или резет то есть указание на то что данный пакет не является первым пакетом сессии и не является последний следующее что можно наблюдать в шарке это fast retransmission fast retransmission это быстрая конвергенция tcp в том случае если приемник не видит каких-то сегментов например приемник на приемник прилетели сегмент десятый а потом прилетел 20 а приемник ожидает сегмент номер 15 соответственно информация о наличии fast retransmission а во-первых и говорит нам о том что было получено более двух дуплики так ножами то есть три или менее последний окно ужин был получен менее чем 20 миль секунд назад и пакет сам по себе не является пакетом tcp keep a life ну то есть в тесте есть сами пакеты keep a life и которые используются найти если есть какие-то долгие тсп сессии например у вас есть два хоста которые общаются между собой но я не знаю раз в несколько часов и вы не хотите чтобы тсп постоянно переустанавливалась поэтому чтобы она не рвалась по тайм-ауту скажем на каких-либо файр вовах могут отправляться keep a life время от времени вы можете видеть что это tcp keep a life окно ужин то есть варшарк считает что это окно уже просто keep a life вот это сообщение выставляется в том случае если полезный размер размер сегмента был равен нулю размер окна не нулевой и не изменялся а при этом определение что карин секунд с номер равен next expected секунд номер на то есть секунд номера текущий этот который ожидается следующим они одинаково то есть по факту нам говорит о том что внутри этого сообщения нету никаких такие полезных данных и соответственно то же самое с окно в каких случаях варшарк нам покажет tcp out of order во первых это обязательно должен быть не типа life пакет при этом длина сегмента должна быть не нулевой и должны быть установлены биты либо син и либо fin то есть идет либо установка сессии либо завершение сессии при этом next expected секунд снайпер больше чем current next expected секунд снайпер и next секунд снайпер различаются и важно что последний сегмент пришел в рамках называемый out of order round trip time она может быть вам в варшарком вычислено автоматически и показано внутри асиаса ок анализа либо же если его там нету то out of order раунд trip time составляет 3 миллисекунд бывает такое что вы увидите сообщение которое называется tcp port number риус это может быть критерий того что какой-то сервис занял тот же порт который уже используется соответственно критериями такой вот информации является наличие синфлага то есть установление новой tcp сессии но при этом варшарк знает что у вас на хосте уже есть какая-то сессия которая использует те же самые ip адрес и тот же самый tcp порт и при этом порядковый номер отличается от порядкового номера существующей сессии то есть если вы идите на а порт номер риус это может нам говорить о том что либо действительно какой-то процесс занял на тот же самый порт либо же что-то случилось с реально работающим процессом который почему-то стал слать секунс номер и не из ожидаемого диапазона далее иногда вы можете встречать ритры а тси пире трансмиссию по факту это нам говорит о том что идет повторная передача пакет то есть где-то были потери и варшарк вычисляет это как во первых опять же делается проверка на то что пакет не является типа лайф также размер сегмента должен быть больше нуля либо же это должна быть установка сессии либо и завершения и при этом next expected секунс номер больше чем current секунс номер далее время от времени приемник с передатчиком могут переполняться по каким-то причинам скажем на приемнике может кончиться буфер и он сигнализирует сторону клиента о том что он не готов получать трафик соответственно варшарк вам покажет это как событий как теперь window full в том случае если размер сегмента больше нуля передаваемый при этом размер окна в обратном направлении он известен и если размер сегмента который приемник хочет передать превышает размер окна в обратном направлении то есть далее информация tcp window update время от времени клиенты как я сказал между собой могут пересогласовывать размер окна это процесс динамический в общем то это есть не что иное как ожидаемой ситуации и как это выглядит в аиршарке во первых размер сегмента должен быть равен нулю то есть tcp window update это исключительно служебное сообщение при этом сам размер окна не равен нулю совпадают sequence номер и next expected sequence номер и совпадают окно ужин номера сосом последний и предпоследний и не выставлены биты которые отвечают за установку либо окончание сессии если же полученный размер окна равен нулю то выстава в аиршар там показывает события zero window как раз таки вот это событие нам точно скажет о перегрузке на стороне приемник помимо прочего есть события которое называется zero window проб то есть это проба окна на самом деле то есть если ранее было получено нулевое окно на то передатчик может заран может запросить приемника не освободился ли него буфер на сообщение window проб отвечает происходит события чаще всего window проб окно ложимент это событие чаще как раз после видно про и есть события которые называются цепи conversation completeness а вот например в аиршарке давайте-ка мы в объем сейчас некий фильтр скажем tcp completeness а по факту этот фильтр нам может показать tcp сессии которые удовлетворяют например определенным условиям например я скажу tcp completeness равен 7 таким вот нехитрым образом мы можем отследить сессия которая была открыта и после этого закрыта и при этом там реально не передавалась данных то есть наличие таких взаимодействий например может следить о может нам говорить о том что есть какая-то атака при этом атакующий устанавливает реальные сессии что такое число номер 7 для каждого служебного бита выдается ему ставится в приоритет некое число например битусин 1 2 это синак соответственно 7 это есть сумма 1 плюс 2 плюс 4 то есть по факту мы отлавливаем а сессии в которых передавались только биты син синак и ак то есть не было никаких данных например если мы скажем равно 15 то мы увидим сессии которые были открыты и в которых передавались данные например можно таким образом отследить сессии которые были зарезачены скажем это 32 есть мы видим что не бойки 32 например 16 нам покажет сессии которые закрывались с помощью флага финн на такое ощущение что есть их нету то есть это такой удобненький механизм для того чтобы работать уже имеющийся имеющийся информации в оффлайн